Привет, это снова Вадим, и сегодня я отвечу на один ваш вопрос, и мы немножко погодим в процессе. Что делать, если нужно вставить 20 видео? Они ведь подгрузят 20 Base.js с YouTube, а как-то тяжеловато, спрашивает пользователь с ником Теплые Шаги. Ну что делать? Если вы не хотите, чтобы было тяжело, нужно не вставлять видео с YouTube, ну точнее вставлять, но вставлять по-другому. Давайте разберемся. Поехали. Давайте сначала вставим видео, как мы все обычно их вставляем. Для сложности вбросим еще адаптивность. Итак, перед нами div-класс видео, в него вставлен и frame, и это все размножено на 4 штуки, чтобы красиво на странице показывать адаптивность. Так где же здесь адаптивность? Берем и тянем. Смотрите. Раз. Видео сохраняет пропорции и прекрасно адаптируется, а внутри плеер тоже, в общем-то, довольно-таки правильно и приятно все делает. Ну, понятно. Тут мы все вставили. Как это все работает? Смотрите. У нас на странице есть сетка, здесь у нас на грядах две колонки, раз, два, между ними отцов. Ну, в общем, тут все понятно. С видео что? Видео мы делаем шириной 100%, высотой 0 и делаем паддинг, который рассчитывается относительно ширины видео. В итоге получается, что вот такой вот паддинг дается отношение 16 к 9, а наше видео как раз такое. Поэтому мы позиционируем наш e-frame внутри по ширине нашего контейнера, убираем рамку и получаем вот такой спецэффект. Ну, в общем-то, это довольно понятный и известный способ вставки видео, но с ним есть проблема. Давайте посмотрим. У нас тут вставляется 4 e-frame, видите? Embed, адрес, embed, адрес. И это 4 абсолютно независимых документы, и каждый из них что-то для себя грузит, и каждый из них не знает про другого. Ну, может быть, знает, но недостаточно. Смотрите. Открываем инспектор, идем в сеть, перезагружаем, дожидаемся, и получаем где-то 2 и 3 мегабайта для 4 видео. То есть каждое видео весит 500 с чем-то килобайт. Кликнул я на него? Не кликнул. Интересно мне это видео? Неинтересно. Оно загрузится и будет прямо таким. Как видите, здесь есть проблема. Ютубу важно загрузить видео как можно быстрее, чтобы при клике вы буквально за долю секунды тут же начали его проигрывать, увидели бы рекламу, они бы заранее загрузили все свои счетчики, все свои трекеры и прочие чудеса. А вам, как разработчику сайта, в принципе, ну, хорошо все, что было в ютубовском смысле, ну, кроме трекеров, наверное, вам хорошо иметь возможность мгновенно запустить видео. Но сколько видео не вставите, настолько умножится количество трафика, который придет к вашему пользователю. А пользователь сидит посередине и не понимает, ему трекеры не нужны, ему вот это вот удобство, ну, тоже как-то не особо. Он кликает и, в принципе, все сразу работает. В общем, надо где-то посередине, наверное, встретиться, то есть все-таки получать видео от ютуба, потому что они очень много чего делают в процессе, конвертируют в форматы, адаптируют под сеть, под тип устройства, под поддерживаемые кодеки, то есть они делают много полезного. Но с другой стороны, вот эта вот мгновенная инициализация пользователям, ну, мне кажется, не всегда нужна, особенно когда видео где-нибудь в подвале страницы, и вы никогда на него не кликнете, но вы зашли на эту страницу, и вы не должны платить дополнительным трафиком за то, что кто-то подумал, что кому-то может быть интересно это видео. Надо делать это лениво, так сказать. Переходим в документ автор и открываем его здесь же. Автор HTML. Что мы здесь видим? У нас здесь есть заготовка видео, как и в предыдущем случае, но пока у него нет содержимого. У нас все стили page.css вынесены в отдельный файл, и конкретное видео.css тоже в отдельном файле. Давайте мы откроем видео.css и посмотрим, что у нас здесь есть. Вся та же самая заготовка без лишних подробностей. У нас есть просто прямоугольник, который готов, чтобы в него что-нибудь вставили. Хорошо. И фрейм нам вставлять туда нельзя, потому что он тут же тянет за собой тяжеленный документ, лишние скрипты, которые, возможно, никогда не идеализируются. А что нам можно туда вставить вместо этого черного прямоугольника? Нужно же показать, что там наше видео. Туда можно вставить что-то, что говорит про видео. Например, обложку этого видео. Причем обложку можно не генерировать самостоятельно, можно взять ту обложку, которую сгенерировал YouTube. Мы по-прежнему полагаемся на YouTube, как на хостинг нашего видеофайла, как на их плеер, и в частности мы можем положиться на то, что они сгенерируют нам обложку. Мы берем адрес этой обложки и вставляем картинку вместо нашего эфрейма. А поверх картинки уже что-нибудь придумаем. Возвращаемся в HTML и вставляем обычную картинку. Раз. Это специальный адрес, по которому YouTube хранит обложки всех видео. Смотрите. Здесь тот самый ID видео хранится, и вы можете подставить сюда любой ID и получить его обложку. В конце файла есть специальное ключевое слово, в этом случае MaxResDefault, это самая большая обложка. Есть еще HighQuality, MidQuality и LowQuality. В общем, посмотрите в документации YouTube. Ну и полезно было бы сюда прописать какой-нибудь Alt. Название видео подойдет лучше всего. Смотрите, мы вставили нашу картинку, но какая-то она очень большая. Давайте мы сделаем так, чтобы она нормально адаптировалась. Пишем класс VideoMedia и начнем его оформлять. В какой-то момент наша картинка заменится на EFrame. Поэтому давайте мы используем один и тот же класс и для картинки, и для EFrame, чтобы они одинаково себя вели. Помните, как в предыдущем случае мы использовали EFrame? Мы брали и позиционировали его внутри. Давайте сделаем здесь то же самое. Position Absolute, Top 0, Left 0, ширина 100%, высота 100%. И для EFrame мы берем еще Border. Все, наша картинка вписалась в наш контейнер с тем самым Padding хаком и сохраняет свое соотношение 16 к 9. Какой любимый браузер у компании Google? Chrome. Наверняка они хранят свои обложки еще и в формате vp. То есть мы можем вставить нашу обложку умнее и немножечко меньше размером файла. Давайте вкрячем тот самый элемент Picture с Source, который мы делали в одном из предыдущих выпусков. Идем в HTML и оборачиваем нашу картинку в Picture. Переносим ее внутрь. И вставляем элемент Source. И здесь пишем тип. Image WebP. А в адресе? А адрес мы скопируем из нашей картинки. Вот этот SRC. Вставляем сюда. Но вместо SRC пишем Source Set. И здесь заменяем WebP. А сюда в URL еще кое-что добавляем. WebP тоже. И тогда, только тогда, картинка наконец станет WebP. Сохраняем. И давайте проверим, какой адрес у нашей картинки. Inspect. Console. Current SRC. Да, все верно. WebP. То есть Chrome предпочел WebP. Хорошо, картинку вставили. Дальше что? Наверное, нужно взять какой-нибудь скрипт, который при клике на эту картинку заменяет эту картинку на eFrame, и тогда у нас начинает играть видео. Ну, вроде бы логично. Но нет, давайте сделаем немножко умнее. Мы возьмем и сделаем шаг назад и подумаем. А что нам сделать, чтобы картинка и без скрипта оставалась полезной? Не просто показывала видео, а как-то связано было с ним. Давайте сделаем с картинки ссылку на видео. И если скрипт не сработает, не догрузится или там сломается, или в браузере просто отключен JavaScript, допустим, прокси-браузер, или просто что-нибудь пошло не так, то у нас контент все равно будет на странице. Картинка из картинки ссылка на видео. Довольно-таки удобно, да? Берем и оборачиваем всю нашу конструкцию в ссылку. Нашей ссылке тоже даем класс. Видео-линк. Он нам еще пригодится. И теперь наша картинка — это ссылка на видео. Что может быть естественнее? Мы видим видео какое-то, мы кликаем по нему и попадаем на YouTube, и там и смотрим. Но этого, конечно же, мало. Хорошо, думаем дальше. У нас есть картинка, ссылка вокруг нее. А что мы в итоге хотим добиться? Мы на самом деле хотим повторить то, что у нас было раньше. У нас есть видео с кнопкой видео, ютубовской, узнаваемой, хорошей. Мы хотим, чтобы по ней кликали, и, соответственно, тут же начинало играться видео. Ну, не тут же, может быть, какую-то задержку, но все равно. Ну и так же красиво, так же удобно. А пока у нас только картинка. Что делать? Надо, наверное, какую-то кнопку сначала приделать сверху, а потом уже пойдем дальше к скриптам и к всему остальному. Короче, верстаем кнопку. Берем и добавляем после ссылки кнопку. Button. Класс. Video. Button. И сюда вставляем какой-нибудь текст. Запустить видео. Ну, чтобы точно было понятно. Сохраняем, и ничего не видно. Ну, вы помните, что диф у нас непростой, диф у нас нулевой высоты, поэтому здесь ничего не видно. Давайте мы начнем оформлять нашу кнопку. Берем VideoButton. Идем в VideoCSS. И начинаем писать стили. Position. Absolute. Top 50%. Left 50%. Сохраняем. О, видите, уже появилась кнопочка. Уже неплохо. Продолжаем. Ширина 68 пикселей. Высота 48 пикселей. Я подсмотрел. Давайте отменим рамку. Border None. Сделаем какой-нибудь цвет. Например, ярко-красный. И еще компенсируем позиционирование, потому что сейчас у нас кнопка немножко смещена. transform, translate, минус 50%, минус 50%, и посмотрим, что получается. Во. У нас в центре есть большая красная кнопка запустить видео. Но текст нам на самом деле не нужен. Нам нужна иконка. Поэтому давайте возьмем наш текст и унесем его в атрибут, чтобы было понятно, что эта кнопка делает. В скринридерах. Aria Label. Запустить видео. Отлично. Теперь у нас есть просто красная кнопка. Нужно сюда вставить иконку. Узнаваемую красную кнопку YouTube мы возьмем прямо с YouTube. Она там в SVG. Там очень удобные, понятные стили. И мы просто вставим ее инлайново, чтобы менять серый цвет на красный при наведении. Вставляем нашу иконку. Сохраняем. Все. Иконка пока абсолютно черная, просто потому что у нее не задана никакая не заливка, ничего. Это все мы зададим через стиль. Чтобы что-то задать через стиль, нужно добавить дополнительные классы. Мы не будем добавлять класс самому SVG, потому что тут особо нечего делать. Мы добавим классы отдельным фигурам внутри. класс VideoButtonShape и скопируем класс VideoButtonIcon. Сохраняем. Копируем с собой одну из них. Идем в CSS и начинаем описывать. Но сначала давайте поправим отступ, потому что здесь немножко страшновато. Padding 0. Вот. Стало лучше. Ну и давайте уберем красный цвет, потому что он нам здесь особо не нужен. Поэтому вместо красного будет transparent. Все. Нашей кнопки просто нет. В фигуре красной описываем не background color, а fill, потому что это SVG фигура, и мы ее должны описать по SVG-шным правилам. Fill. Красный. Ух ты, красота. И VideoButtonIconFill белый. Классно. Ну а на самом деле ютубовская кнопка другого цвета по умолчанию. Она красная только при наведении. Давайте так и сделаем. По умолчанию такая вот серенькая и полупрозрачная на самом деле. Тоже подсмотрел в стилях ютуба. FillOpacity 0.8. Вот такая она. А при наведении становится красный. Берем и пишем. Hover. И здесь Fill красный. А FillOpacity 1. Тоже подсмотрел. В итоге все очень красиво. Но если посмотреть внимательно на плеер ютуба, то там не кнопка становится красной при наведении, а если навести на целый плеер, кнопка активируется. Ну и на самом деле нам еще нужно подумать про доступность к клавиатуре. Ведь нам бы хотелось, чтобы на эту кнопку можно было попасть к клавиатуре, и она тоже свое фокусное вот это вот состояние без ховера тоже приобретала красного цвета. Давайте все это сделаем. Сначала разберем со сновидением. Берем наш селектор. Копируем. И ховер у нас будет на всем видеоблоке. А отсюда ховер мы убираем. Сохраняем. И я навожу сюда, и эта штука становится красной. Все. Все правильно. А теперь нам еще нужно, чтобы при фокусе эта кнопка тоже становилась красного цвета. Давайте посмотрим в документ. У нас сама кнопка, button, интерактивный элемент, это видеобаттон. Поэтому нам нужно ловить фокус на ней и только потом перекрашивать то, что внутри. Давайте так и сделаем. Копируем селектор и говорим. Видеобаттон. Фокус. Видеобаттон. Шейп такой же. В итоге. При наведении красный. При фокусе тоже красный. Но появляется outline. Поскольку у нас красный цвет довольно-таки явно говорит о том, что что-то поменялось, outline можно отключить. Берем и отдельно пишем. Видеобаттон. Outline. None. И получаем нашу красную кнопку при фокусе и нашу красную кнопку при наведении. Давайте проанализируем, что у нас сейчас есть. У нас есть картинка, вокруг нее ссылка, а сверху лежит кнопка. Какая-то ерунда на самом деле, да? Зачем мне кнопка, если у меня ссылка на видео на YouTube? Кнопка нужна только для скрипта. Поэтому кнопку по умолчанию нужно спрятать и показать только тогда, когда инициализируется скрипт. Только тогда она будет на самом деле полезна. Давайте возьмем и спрячем нашу кнопку по умолчанию. Пишем ей. Display. None. Кнопка пропала. А теперь давайте придумаем состояние, в котором кнопка у нас будет показываться. Мы возьмем и добавим нашему видео специальный класс состояния. VideoEnabled. И от него будем отталкиваться. То есть, VideoEnabled. И у нас VideoButton в этом состоянии. Display. Блок. Вы могли обратить внимание, что прямо сейчас у нас есть два интерактивных элемента. Ссылка и кнопка. И когда мы выпилим ссылку, заменим ее нашим ифреймом, то у нас все это видео станет тоже типа интерактивным. И на самом деле YouTube, весь свой плеер, ставит на него курсор pointer, чтобы было понятно, что на него можно нажать. Ну то есть, в принципе, это не обязательно. Весь плеер кричит, как бы кликни на меня. Но YouTube еще помогает дополнительно. Поэтому нам нужно предусмотреть ситуацию, когда у нас ссылки нет, но у нас есть курсор pointer. Добавим дополнительное состояние. Берем и задаем нашему VideoEnabled. Курсор pointer. Убираем состояние с нашего видео. И сейчас у нас все так, как должно быть. Картинка. Ссылка на другую страницу. Пока ничего не инициализировано, никакого скрипта, ничего не происходит. Давайте подключим скрипт и посмотрим, что получается. Скрипт VideoJS. Это убираем. И получаем следующее. Смотрите, кнопка появилась. У нас что-то инициализировалось. Давайте посмотрим. Раз. И видео начинает играть. Что произошло? Сработал скрипт, который взял и заменил нашу ссылку целиком на eFrame, который играет это видео. И, соответственно, проставил state нашему div. И кнопка показалась. И поменялись какие-то свойства другие. И, в общем-то, все стало так, как мы хотим. Я решил с вами не лайфкодить скрипт, потому что там запутанная система функций вложенных и идти по всему этому процессу было бы сложновато. Но мы с вами сейчас разберем, как оно работает и поймем, как именно этот eFrame заменяется и какие интересные вещи там и происходят. Открываем VideoJS и смотрим, что здесь происходит. Для начала мы находим все видео. Document QuerySelectorAll. Мы находим все элементы с классом видео, проходимся в циклом по всем ним, и на каждом из них запускаем видеоподготовки этих видео. Собственно, вот функция. Функция находит все ссылки, все медиа, все кнопки внутри нашего видео, каждого в цикле. Потом парсит ID из адреса картинки. Для этого есть отдельная функция. Здесь по RegExpo парсится все эта красота и возвращается. То есть мы находим из нашего адреса картинки именно вот в эту часть, потому что мы договорились, как она будет выглядеть. Дальше. Мы к каждому видео приделываем обработчик событий клик. При клике на все видео, то есть на элемент div класс видео, мы делаем следующее. Мы создаем eFrame. Здесь есть отдельная функция create iframe, которая создает элемент, расставляет к нему атрибуты, классы, добавляет адрес, который генерируется здесь. Тут как бы есть всякие атрибуты, и в частности атрибут autoplay, точнее query параметр. Это значит, что iframe сразу после вставки начнет проигрывать то, чего мы с вами и хотели. Ну и дополнительно добавляет префикс в виде правильного пути к нашему видео. И мы возвращаемся обратно в наш скрипт. Дальше. После вставки eFrame удаляется ссылка. Вместе со ссылкой, как мы видим, удаляется и картинка, то есть весь этот блок. И дальше удаляется кнопка, потому что мы уже кликнули, инициализировали. И дальше мы прикручиваем наш iFrame, который мы создали чуть ранее. Но это происходит при клике. А пока на видео не кликнули, эта штука не выполняется. Мы все еще в инициализации видео, в том, как оно выглядит, пока на него никто не кликнул. И в этот момент что происходит? Мы в момент инициализации удаляем атрибут href у нашей ссылки, и из-за этого она перестает попадаться в скринридеры, то есть она перестает быть ссылкой, она не мешается, она просто является контейнером a, и проблем с этим нет. И мы еще добавляем класс VideoEnabled, который показывает нашу кнопку до тех пор, пока по ней не кликнули и не удалили. Я понимаю, что это немножко напоминает картинку «Нарисуйте сову». Два овала и чертова сова. Нет, тут все немножко по-другому. Тут не такой, правда, сложный скрипт, если вы знаете, как JavaScript работает. Так что вы просто находите, по сути, ID видео существующей картинки и заменяете его на iFrame. Насколько сложно вы это делаете? Ну, вот этот скрипт не очень сложный. Можно реально усложнить, наверное. Но главное, что у нас с самого начала есть картинка со ссылкой, а потом вы берете и улучшаете ее до видео. Давайте посмотрим, как это все выглядит, когда вставлено больше, чем одно видео. Берем и копируем все наши видео несколько раз. Два, три, четыре. Сохраняем. Получается вот такая вот сетка. Видео точно так же адаптивное, причем гораздо лучше, на самом деле, чем и фреймы. Им требуется меньше перерисовок, чтобы нормально адаптироваться. Что еще? Мы каждое можем запустить отдельно. Они все, естественно, загрузятся, и все будут проигрываться. Это, понятно, удобно. Но до загрузки, давайте обновим страницу, до загрузки давайте на них посмотрим в сетевом инспекторе. Открываем. Идем в Network. Перезагружаем. У нас вся вот эта вот красота весит 34 килобайта против 2.3 мегабайт. Это очень большая разница. Естественно, когда мы начнем кликать на эти видео, начнется подгружаться всякое. Но вряд ли кто-то будет кликать по всему подряд и загружать что-то. Ну, вы видите, тут побежали мегабайты, потому что я уже проигрываю видео. А там до проигрывания видео я получал 2 мегабайта ни за что. Что получилось? У нас есть картинка. Мы улучшаем ее ссылкой. Потом вкидываем кнопку и улучшаем ее скриптом и фреймом. И получается, что пользователи свое видео, свой трафик получают тогда, когда они на самом деле его хотят. Когда они кликнули, когда прошла доля секунды, и этот фрейм начал загружаться и инициализироваться. Это не так мгновенно, как если бы все уже было загружено, но, с другой стороны, на каждое видео по 500 килобайт ни за что. Это немножко странно. Это все на сегодня. Спасибо, что досмотрели. Продолжайте присылать ваши письма на happypillsby.net. Ваши вопросы, сайты для разбора, просто отзывы. Прямо сейчас не стесняйтесь, проголосуйте, нравится или не нравится. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. И кое-что еще. Если вам нравится, что я делал, поддержите меня. Ссылки будут в описании. Все. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok